Всем привет! Ух, 6 утра. Ребята, сегодня мы летим в Северную Осетию к одному человеку. Какому и зачем я вам чуть позже расскажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, ребят, мы и добрались до Ордона. Добрались до Николая. Давайте я вас познакомлю с Николаем. Ну, здорово, Коль. Здорово. Привет. Здорово. Здравствуйте. Здорово, встречи. Проходите в дом. И, оказывается, нас тут уже ждали. Посмотрите, и осетинские пироги, и покушать, и чай попьем. Мы привезли с собой тортик. Как мы сейчас выяснили, Коля оказывается постоянно в движении, ребят. Постоянно. Что-то делает, не сидит. Все, что сделано в доме, все сделано своими руками. Все сделано своими руками. Сейчас готовлюсь к лету, удочки готовлю, все, с Настей, все, все, все готово. Да, Коля, кстати, заядлый рыбак. Коль, на сколько ты удочек ловишь сразу? На 3-4 удочки. На 3-4 удочки за раз ловишь, да? Да. Молодец. С четырьмя пальцами. Вот и так вот. Ребят, Коля-то рыбак, посмотрите. У нас, блин, такого ящика нету. Кто-то сам делал. Сам кормушки делал. Ну, не кормушки. А, снаряжал. Да. Вот этот тоже сам снарядил ее. Связал. Как ты это делаешь, а, Коль? Ну, так вот, связался. Он вчера полно сидел и ввязал. Сидит, вообще не слышно, не видно, ковыряется, что-то делает там. Было бы раздражение. Ну, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вот мой петлевяз, крючка-вяз, шива, естественно. Это вот волосня, ну, крючки с волосом. Мне очень тяжело вязать волосяные, снастые крючки. А так я могу вязать. Это на Сазана, да? А ты ловишь кого? Карпа зеркального, амура, карась, форель. А так у нас электроудочка, мы все повыбивали. На бесплатных прудах все повыбивали, да? По речкам. Ну, по речкам. Ну, я вижу, да, я вижу. Рыбак-маньяк такой. Мужичек так взял себе. Как начинается сезон? Он его так начинает трясти на рыбалку. Ну, все, говорю. С ночевкой раз мы поехали. Вот, му. Дети устали, уже хотели уехать домой. Как хозяйство в своем видео мы поймем, что еще. Слушай, я за тебя послушал сам на рыбалку, захотел. Ёлки-папки. Вот ты скоро тоже рыбачкой станешь, да? Да. Папка учит тебя? Нравится тебе рыбалка? Да, на самом деле. А какую самую большую рыбу ловила? Больше ладошки она ловила. Да? Пашу дочку сломала. Ух, ёлки-папки. И поехали мы с ней на озеро. И клюнула у нее. Она говорит, пап, льет. Я говорю, ну тащи. Она раз тяжело, говорит, я не могу на лучше сам. Я тащу, тащу. И, ну, чувствую, правда, сильно это. И, ну, взял вот так, ну, натянуть, чтобы ее потом натяжку дать и смотреть. Я так тяну и удочка сломалась. На два с половиной килограмма карп зеркальный поймала она. Ну, достали его? Да, достали. Рыбалка через год, все ведра под кроватью, все стоит готово. Там все начищено до блеска. Дети знают, где какое ведро стоит. Ничего нельзя вынести в гараж. Ничего. Сезон готов. Мне, ребят, кажется, что надо, коли свой канал открывать про рыбалку. Он тут мне уже рассказал нового это самое. Я думаю, всем расскажет еще. Кто там говорил, что рыбалку любит? Вот кто рыбалку любит. Ой-ой-ой. Короче, об этом ты можешь бесконечно говорить. Я все понял. О, 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 а тебе чуть-чуть большая, да? Ну, на вырост, на вырост. Вот, а тебе вровень. Папка размеры такие сказал. Слушай, а может это мамина? Уже на... Мне кажется, это мамина. Не-не-не-не-не. О, о, красотка какая. Нравится? Да. Я немного месяц. Вот, вы же катались на таком вездеходе, да? После того, как катались, тогда кепки подарили. И я говорю, мама, я на следующий день пойду в школу в кепки. И он пошел в кепки, он всем что-то там рассказывал, никто ничего не понял. Потом на следующий день он опять в кепке. И он с ним, можно сказать, спал. Сейчас отошел. Ребят, это Ольга рассказывает. Рядом с Ордоном проезжала команда Шерп Тим. Делали тест-драйвы в Пятигорске. И мы позвонили в компанию Шерп и попросили, чтобы команда тест-драйва приехала в Ордон и прокатили Николая и его семью на вездеходе Шерп. И ребята отозвались на нашу просьбу. Приехали, покатали и вот рассказывали, как подарили бейсболки шерповские. И ребенок вот с ними чуть ли не ночевал, в школу ходил. Николай, кстати, как впечатление? Это меня зарядило, это прям на весь год. Я даже не ожидал это. Ты порулил сам, я видел даже. Да, я даже порулил. У нас некоторые видео есть, я сейчас покажу. Влинья непередаваемые вообще. Нет. Покатайте. Привет! Первый привет, смотри, да, катайся за рулем. Я об этом вообще не пугал. Класс, что-то. Я как раз посмотрю, глубина какая, чтобы рыбачить потом здесь. Вот, выривем, да? Вривем. Так, рычаги прямо оставляй. Такой надо, Оля. Ты будешь газ мне давить, а я рули. И на рыбалку будем ездить, с Керой вам. Блин, ощущения непередаваемые вообще. Кера, спасибо огромное. Я в таком карме не писать не могу. Да вообще, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, пускай. Молодец, да. Оля тоже сперва ехать не хотела. Я говорю, поехали, поехали, как ты не хочешь. А потом, можно сказать, ее выгнать отсюда невозможно было. Я вот честно говорю, я вот раньше, когда смотрел видосы ваши, все вы в походе, и мне казалось, как будто я где-то там рядом с вами нахожусь, сзади там сижу. А тут такая возможность, смотрю в окне, шерп стоит, ничего себе, меня уже записало. Как приснилось. А потом еще когда поехали кататься, вот еще, блин, вот это чувство непередаваемое какое-то. Ну и здорово. На одной мечте можно галочку поставить, было. Мотивация для меня стала еще одна мотивация, чтобы держаться за эту жизнь. И благодаря вот таким людям, как вы, которые меня поддерживают, у меня нет времени, чтобы унывать или еще что-то там, сопли распускать. Я не имею права просто на это. Так что надо жить, радоваться жизни, какая бы она ни была. На самом деле мы сделали вот самый маленький мизер. Николай сам по себе настолько, настолько сильный человек, настолько вот, ну и если он реально мужик со стержнем, вот, не сломался, не сдался. И как видите, вяжет еще крючки, до сих пор фигарит еще крючки. Да, вяжу с нас. Он бомбу какую-то достал опять, я даже не знаю, нафиг она нужна. Ну это закмармливать. Мы думали глушитель, набираешь туда. Вот так вот, Николай оказывается, карпятник со замедликом. Это мой походный рюкзачок. Разматываю. Папка привез вас на рыбалку. Сидим рыбачьим, я сказал рыбачьим, сидим. Именно так вот, да? Куда пошли, ну-ка сидеть рыбачить. Мы еще долго, до вечера. И сидим. Вот раз удочка, на которую я рыбачу. Так. Это два удочка, на которую я рыбачу. Вот вчера только леску поменял ей. Это не леска, а плетенка. Ой-ой-ой, теперь ловить и ловить. Это плетеночка на ней стоит специально. Вот три. Это вот моя удочка. Катушка большая, мне легче, но быстрее. Чем вот той пиндюркой мотать. А эта вот, она быстрее сматывается. Вот леску поменял, темную поставил. Новую удочку купил я тоже недавно. Вот третья удочка моя. И если бывает еще у меня настроение, так сказать, хватает нервов, то вот она четвертая удочка. Только успевай доставай. Да. Когда там весной уже можно будет ловить рыбу, и все, и помчал дядя Коля на рыбалку. Я так думаю, что уже, если некому будет даже повезти, наконец-таки я смогу посадить эти аккумуляторы. И доехать. И там заряжусь, если что. Вот купил аккумуляторы. Я их еще ни разу не смог. Вот тут красная, две желтые и две зеленые. Я даже одну зеленую не смог посадить. Вот, чтобы одна хотя бы зеленая потухла. Не могу. Коль, я тебе скажу так. Это плохо ездишь? Мало? Надо ездить больше. Надо ездить больше. Я не мало ездил. Надо гонять. У меня практически целыми днями дома не бывает. Жена уже звонит и говорит, где ты, где ты, блин. Домой приди хотя бы. У тебя там аккумулятор не сел, да где тебя забирать? У тебя там аккумуляторы сядут. Если что, я тебе позвоню и едешь за биржу. У тебя там аккумуляторы сядут. Оля, а у тебя машина есть? Нет? А водить ты не умеешь? Водить она умеет. Я ее учил. Права есть? Права есть у тебя, да? Я когда... На ручной коробке есть, да? Да. На механике, да, можешь ездить? Бог даст, как-нибудь машина у нас все равно появится когда-нибудь. Тогда будем ездить на рыбалку каждый день. А так просишь кого-то. То некогда, то после пьянки. И мы ездим то на такси, то не ездим. То пешком ходим. Вот тут недалеко, если есть желание. Целый день. То рыболовный, то эти. Это строительный. Ложи. И ящики эти черные. Так, Николай весь свой инструмент собрал. Но это не весь еще. Вот балдашу я себе купил. Могу ей пользоваться. Так включил. Что-то там пошлифовал. Что-то наточил. Ну да, жена мне подарила на 23 февраля. Что ты ей делаешь? Точу ножики, лопаты, топоры, тяпки ей. Где-то что-то отрезать, если надо. Там вот постройки швеллер, например. Ну вы дом продолжаете строить, да? Делаете потихоньку все это делать и делаете. Знаете, мы заехали в этот дом. Я аж заплакал, когда мы в этот дом заехали. Я уже научила. Я делала опалуку сама. Да ладно. Я абсолютно говорю. Я заливала, я выкапывала. Окна были деревянные. Прям вот уже сыпались, гнилые. А плитку вы видели вот здесь, коренькая? Двойные окна вставлялись. Я думал, профессионал. И плитку наклеила на потолок. Все сама дело. Я ей даже не подсказывал. Что-то мы разругались с ней. Вот обиделся я на ней. Ты еще и ругаешься? Она психанула и наклеила все. Зато я так быстро все сделала. А я психанул, взял и вот в той комнате. Муж говорит, давай поругаемся, надо еще плитку положить. А я психанул. Позвал вон в ту комнату мастера. И он взял и отшпакливал все стены там. А потом мы тоже взяли вместе психанули и окна. Вместе психанули. И окна пластиковые поставили. У нас больница же тут недалеко. И живем, считай. Я вот к нему домой. К нему домой. В школу. К нему. Опять вот так я бегу. Оля, а работаешь? Я работаю неофициально. Дом работаю. А официально мне никак нельзя. Потому что я работала официально в нескольких... В собесе я работала в социальном работе. Сейчас сказали... Я то на больничной, то по содержанию. Ну как, не каждому. Ну не получается, да. И не берут, наверное, по этому. Дети, считай, маленькие. Не вариант. Да и тебе надо какой-то свой график. Я формена сейчас по уходу. У меня как стаж какой-то там идет. Я не забываю какой стаж. Как соцработник по уходу. Подожди. Я просто как жена. Как жена по уходу. А, вот так вот, да? Именно жена становится... Жена может замужем. Пять лет она стоит по уходу. И после 5 лет она получает пенсию, как получал муж пенсию. Вот так. Я говорю, так лучше даже тебе, Оля, чем ты будешь копейки эти где-то работать, собирать, копейки получать. Считай, сейчас у меня пенсия 15 тысяч, и, допустим, когда крякнусь, у тебя будет такая же пенсия до конца твоих дней, 15 тысяч, те же самые, а может и поднимут еще. Главное так же, дверь эту поставили, сперва не проходил, потом кое-что придумал. Она теперь вот так раскидывается, и заезжаю, вот так заехал, так раз, в ванну прыгнул, там помылся, вылез, так же и на уникарс. То есть все, сам справляешься, да? Да. Стараюсь я не напрягать никого. Вот столько твоей жизненной энергии, столько ты можешь подать примера другим людям. Ребята, согласитесь, вот... Хотелось бы поделиться, как поддержать кого-то, чтобы не унывали люди. Жизнь дается один раз, и надо ее прожить так, чтобы она запомнилась. Не надо никого вокруг огорчать, особенно не огорчайте своих близких. Как бы вам тяжело не было, вы не имеете права распускать нюни. И вот раньше, когда меня кто-то жалел, ну вот прям жалел, я чувствовал это, я говорю, мне это не надо, не жалей меня. А то я от этого вот жаления раскисал как-то сам. Ну, слабее становится, да. Не надо, говорю, меня оживить. И вот если там в машину залазит, там кто-то пытается помочь, я говорю, не надо мне помогать, я сам, вы мне только мешаете. Люди удивляются, ну как так. Молодец. Даже если мне эту руку отрежут, не дай бог, я все равно не остановлюсь на этом. Все равно что-то придумаю, что-то примудрю, не упаду и не сдамся никогда. Не дождетесь. Коль, я думаю, ты обязан делать свой канал и вот своим желанием жить, стремлением жить и свою жизненную позицию поддерживать других людей, у которых нету столько сил, у которых надежда какая-то начинает угасать или уже угасла. И вот своим примером ты должен их поддерживать. Вот я на тебя даже смотрю и понимаю, что я слабый. Я вот слабый, я вижу это и у меня какие-то бывают проблемы, там еще что-то. А я вспомню тебя и сразу думаю, нет у меня никаких проблем. Иди и шагай, встал и пошел, встал и делай. И все просто. Когда ты через себя, каждую минуту через себя перешагиваешь и у тебя каждая минута, каждый час это борьба. Вот над головой люстра, видите, да? Вот эту люстру я вешал сам. Ставил стол вот этот, потом ставили табуретку на стол. Я залазил с коляски на стол, со стола на стул. Стул держали его, он залез на стул. И потом уже там завязал, все прикрутил. Они придерживали. Я боюсь, я не могу к нему приписать. И так же, слез аккуратно, все здесь слез. Я же говорю, где я достаю, я сам все делаю. Где я не достаю, я тоже сам все делаю, но Олиными руками. Я ей говорю, подсказываю и она делает. Начинаю, меня бесит, ну не могу я этот гвоздь, ну вот так разобей, ну не получается у меня. Я от злости начинаю его забивать, ну когда-то и получалось. Мучиться, мучиться и получится. Так, а ты, значит, подарки Дед Морозовые, да, трепешь? Я же, она очень слезая. Ты вертолет уже собрала? Олега любишь, да? И Леву, она рисует у нас очень красиво. У меня лепит, она постоянно ковыряется, вот это все. Вот моя кроваточка. Вот тут я придумал вот такую шагнюшку. Кребил. Видите? Вот так, тыкаю на зарядку. А, это на зарядку у тебя ставится, да? Да. А вот там и переноскопить. И вот она моя родненькая. Смайлик, видите? Смайлик, да? А, проснулся сразу весело, да? Да. Это сын мне повесил, папа. Молодец. Чтоб ты, кажется, злой не был. Злой не был. А почему он так говорит? Папа, можно компьютер? Нет. Папа, можно телефон? Нет. Я не хочу им давать, потому что это, ну, сейчас очень... Не хочу, чтобы они залипали. А ты Леги потом эти разбираешь? И что-нибудь другое свое собираешь, да? У меня у Гергера чего-то, ну, ящик целый тоже Лег. Вот я теперь буду знать, что это у Леги Лега. Девара, а ты что, не любишь Легу? Любит, но сейчас он... А, сейчас ты компьютер любишь. Да? А что ты на компьютере делаешь? Смотрю компьютер. Видео смотришь? Играю. А, играешь. Вот, захотел, она все жалеет, я говорю, Оля, вот тебе деньги, поехали, купим там тебе вещи. Нет, вот, жалко, потом денег не дадут. Она запасливая просто. За штирку, пока не вас вошла, не повезешь ее, вот, на, бери. И вот это я втихаря заказал, поехал потом, пацану позвонил, поехали, она говорит, куда мы едем, куда мы едем. Забрали кондиционер и стиральную машинку. А как ты до этого стирала? У меня старая. А, старая была стиралка, да? Она уже не выжимала, я вот так выжимала эти, выжимала вот так вот и вешала. И корзел потом приехали, подключили, когда... Летом-то жарко, наверное, да? Ой, жарище. Летом хорошо его включили. Какая богодача на горток, Коля, да? Какой ты молодец, какой у меня муж, молодец, да? Да, наконец-то. Ну, фу, далка у тебя модная теперь. Мишаня тебе передал, Мишаня, скажи привет, ты передашь Мишане? Привет. Привет? Неотвлекательный. Миша, привет большой, почему ты не приехал, владелец, я тебя так ждал тоже. Давай выздоравливай поскорее и приезжай ко мне в гости обязательно, поедем на рыбалку. Мы весной приедем, когда рыбалки начнутся. Да. Ну вот, поедем на рыбалку, выловим всю рыбу в Осетии. Вот. Мишаня, тут у Коли два чемодана на живых, короче, всяких оснасток. Я сам таких не видел, но это самое, точно всей рыбе капец будет. И это еще не все. Постеснялась. Постеснялась, да? Да. Я хочу, чтобы мы поедем батареи и купим. Спать? Да. Что? Папа тоже нет-нет любит играть. Поиграть, да? А пультом возьмете, да вдвоем будете гонять. Поплотиться. А тебя я люблю. О, с лошадкой. Спасибо. Тоже хорошо. Ой, модная будет. Сегодня вот, не убирай далеко. Не убирай. Будешь мерить, да? Потом будет примерку делать. Ну, принцессишно будешь вообще. Наша счастливая семья, слава богу. Мы ни в ком не нуждаемся и стараемся ни от кого не зависеть. Все, стараемся добиваться сами, чего и вам всем желают. Ребята, расскажите, как вы вообще познакомились? Как вот так получилось, что вы... Как вы познакомились и как получилось, что вы вместе? Вот до сих пор вы сейчас вместе. Шел я, в общем, на работу. Мне было сколько-то, 8-10 лет. Но я уже работал, работал. И там сосед жестянчик. Шел я на работу. И смотрел, в общем, у этого жестянчика. А я приезжала рядом к бабушке, к своей. Вот прям вот тут жестянчика, тут бабушка рядом дома. Ну, два года между нами разница. И вот так вот общались, общались, общались. И в итоге... Нет, просто сперва общались. Ну да, вот как дети, ну как вот общались. Потом, когда я увидел ее, я так для себя сказал, все, это мое. Я ее добьюсь, во что бы мне это ни встало. И это еще в то время, вот 8-10 лет. Не помню точную дату. Такие мысли у меня уже были. И они сохранились. Ну, вот так общались в детстве. И потом уж как-то уже повзрослели, ушел в армию. Не общались. А вот звонил же мне. Я сказала, я таких не знаю. Знать не знаю. И письма мне писал. И ей писал письма. Ну вот потом как-то встретились, обменялись номерами и телефонами. Начали общаться. Прошли, в общем, мы прошли с ним огонь. Огонь, воду, медные трубы. Мы прошли, это я могу сказать. И это делает все как-то сильнее, крепче. И на проблемы как-то уже смотришь совсем другими глазами. И вот так. Друг друга поддерживаем. Какие бы перед нами трудности не стояли, мы их преодолеем в любом случае. Мы это знаем. Мы никогда не думаем, ой, а вот не получится, а вдруг не получится. Нет, такие мысли мы сразу прогоняем. Что-то ты надумал делать, да? Если что-то хочешь сделать, никому не говори об этом. Просто бери и делай. Как мы и делаем. Никого не просим. И вот так вот, вот сколько уже, 10. В 2008 году у нас свадьба была. А еще до этого мы жили два года. Год вместе, да? До свадьбы. И дружили, считай, сколько еще. Короче, мы знаем друг друга всю жизнь. 19 марта у меня день рождения. 22 марта у нас годовщина свадьбы. Вот так, как-то. Вот она, она, моя половиночка. Ее нету, мне не хватает. Ребята, а... Я ее люблю и ради нее на все готов. Даже жизнь свою отдам ради нее. Если надо будет. Видали как? Георг появился уже вот как начались проблемы у вас, да? После этого. Он без обухнов. Уже без обухнов. Это вот... Это была сознательно. Сознательно. Сын, да? Вот... Расскажи, расскажи вот эту историю. У нас была Ангелинка. Ей было сколько? Годик. Годик, и он заболел. И вот с тех пор, считай, он болеет. Ребенок уже 10 лет ей в этом году. А Георгия мы родили, он был уже без обоих, но руки все нормальные были. Подарила, да? Я очень сильно хотела. Честно говоря, я бы еще родила, но... Тяжело просто... Мне тяжело. Я все считаю... Я все считаю сама. Я ее прошу, она не хочет, а теперь говорит, и щепость. Все опять на мне будет висеть, и мне тяжело это все тащить. Поэтому я как-то не решаюсь. Вот, ребят, женщины, про которых говорят и коня на скаку, и из горящей избы вытащить. Вот где таких находят, а? Вот взял, занял. Уже фиг знает, сколько лет назад взял, занял, и все. Я последний экземпляр. Последняя мамонтиха. Вот, ребята, Мишанька Коляну подарил вот такую вот штуку. Футболку нашего канала. Ну, а кепку ему подарили, это команда Шерп Тим привезла, которую ребята приехали, и Коля смог покататься на Шерпе. Да, Александр и Павел. Да, ребят, большое вам спасибо. Спасибо производителю вездехода Шерп за то, что откликнулись на мою просьбу и заехали к Николаю. И еще одна галочка в списке его сбывшихся мечтаний поставлена. Огромное спасибо вам. Жалко, что Миша не приехал. Спасибо, Миша, за подарки. Но все равно в следующем году жду вас. Твоих. Понял? Вот так вот, Миша. Придется тебе приехать. Если кто-то вдруг увидит это видео, всем пацанам ВЧ-62-829 привет. А год какой это был? 2003 год. 2003-2005. Всем большой привет. Давайте соберемся, созвонимся, как-нибудь спишемся. Меня можно найти и в Одноклассниках, и ВКонтакте. Ссылку на твой контакт дам, да, под роликом, где можно с тобой связаться. И WhatsApp у меня есть тоже, если что. Было бы желание, в общем, если у вас появится желание, я буду рад. Я думаю, Николай, в принципе, это не только, наверное, сослуживцев касается. Вообще, если кто-то захочет с тобой пообщаться, да, либо поделиться какой-то радостью, либо какой-то бедой. Может, может, поддержать надо, может, кто-то тебя захочет поддержать. Кто его знает? Кому-то, если нужна будет поддержка, моя душа всегда открыта. И если у кого-то будет такое желание обратиться ко мне, или просто поговорить, просто пообщаться, просто в гости кто-то захочет приехать, пожалуйста, приезжайте, звоните, пишите. Мой дом всегда открыт для хороших людей, мои двери всегда открыты, никогда закрытыми не бывают. Всегда дома я бываю, мы всегда дома, наши двери открыты, так что добро пожаловать. Так что, ребят, если действительно думаете, вдруг вы рядом где-то находитесь, да или просто пообщаться, либо заехать в гости действительно, просто проведать человека, поговорить, узнать, как он живет, рассказать, как вы живете, это не важно. Николай, всем рад. Заходите. Еще одно нарисовал. Так, и что он делает? Ну, он просто кушает, и это колбак, и это еще котик веснухи. А вон там кто? Это... Это поросенок из ангриберс, походу, да? Что-то ты такое нарисовал, а уши у него рыжие. Угу, такие. Интересный кот. Глаза зеленые, сам черный, ухо рыжие. Приметный. Коля сделал тюнинг коляски. Сейчас он будет показывать. Поставил туда крутые аккумуляторы, которые, говорит, посадить не может даже. Напутано. Ну, это я так, наскоряк сделал. Ну, а потом на постоянку оставил, да? Ну, надо так же бывает. Наскоряк сделал, но постоянку оставил. Поставил у меня фишек. Вот ты, да? Еще не было такого. Все, не торопись, там провода защемил ты, по-другому. Есть время, есть. Хотел же сделать этот, ну, сделать и логотип, чтобы был. Герасим Шерп. Ну, и как обычно. Ты же вроде как, да еду, нет, еще не еду. Ну, еще есть время. Ну, и. А вообще, у меня, знаешь, мысль была. Ну, она есть. Сейчас эти пацаны прорисуют. И мы сделаем прямо вот Шерп мангал. А, прикольно. Ну, он удобно, что он разборный. Ты разобрал, раз его положил там всю. Вот уголь насыпал. Все крутой. Погрел. Ну, как? Приезжайте еще. Ой, коль. С Мишаней приедем. На рыбалку уже к тебе приедем. Да. Мишаня. Он готов уже. На рыбалке. Ну, я видел же ты. К рыбалке, да ты готов уже. К рыбалке готов. Сделаем, может, прицеп еще, чтобы рыба была куда грузилась. На коляски, да? И семью возить. Раз в прицеп посадил и погнал. Сейчас у тебя мощный аккумулятор. Да. Я думаю, хватит. И туда, и обратно еще ему зону на рыбу. Все сделаем. Вот. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Коль, тебе спасибо. Спасибо, что принял нас. У тебя очень хорошая атмосфера в доме. Очень хорошая у вас семья, дружная. Спасибо. Нам все действительно понравилось. Ребята, ну, как Николай уже говорил, пишите, звоните. Ну, а кто рядом, заходите в гости. Мои двери всегда открыты. Всем буду рад. Все, Колян, давай. Всего тебе хорошего. До встречи. Главное, не болеть. И не падайте никогда духом. Держитесь, и все будет в жизни у вас хорошо. Мы вышли. Три здоровых мужика, и каждый думал о своем. Например, о том, как мало надо человеку, чтобы быть счастливым. Как часто мы не замечаем и не ценим того, что имеем. Как тонка грань, когда весь мир у твоих ног, и когда миру плевать на тебя. Груз наших теперь уже мелких проблем разбивался неподъемное горе этого человека. Насколько он мал, и насколько он силен. Сильнее нас, погрязших в мелочах, тщеславии и гордыни, переживающих за то, что не может купить машину подороже и спать помягче. Сильнее тех, кто забыл, что такое любить и быть до конца. А я думал, думал, а смог бы я так же идти, бороться, страдать изо дня в день, или вышел бы в окно, предпочитая решить все проблемы одним махом. Я слабый. Сегодня я это увидел. Мне есть над чем работать, и каждый раз слабее духом я буду вспоминать этого человека с большим сердцем. Мы изменились, проведя этот день рядом. Жизненной энергии хватало на всех, а он, делая украдкой обезболивающее, лишь улыбался. Он нас ждал. Он должен был все это рассказать и, возможно, помочь кому-то сделать еще один шаг, когда уже сделать его нельзя. Мы ушли. А они остались. Остались один на один со своей бедой. И хотя они уже ни за что бы не попросили сами, они приучились не просить. Я попрошу за них. Попрошу, потому что вижу, что это нужно. Напишите Николаю просто узнать, как дела, как он поживает. Если вы рядом, заедьте в гости. Узнайте, не нужна ли какая-то помощь. Если имеете возможность, то окажите поддержку материально. Что тут говорить? Вы все видели сами. Поверьте, вам зачтется. Данные для связи с Николаем, а также номер его карточки, куда можно оказать помощь, находятся в описании под этим роликом. Большое вам человеческое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok